Привет, дорогие друзья! Вы на канале Мелогим. Это ПКХД и здесь вышло новогоднее обновление. Просто потрясающе, ребята! Гномик сообщает нам. Рождество 2020. Обменяй новую валюту, елочные украшения на горы новых предметов и питомцев до конца праздника. Собирай елочные украшения, катаясь на коньках. И подарки будут нам Санта-Клаус будет приносить каждый день новый подарок. Прикольно, ребята! Еще у нас появился какой-то новый сундучок слева на экране. И здесь прочитаем, что же новенького. Открой для себя снег и праздничное убранство в мире ПКХД. Катайся по острову на коньках и покупай уникальные предметы в лавке Санты. Это особая валюта. Только на время праздника, с которым можно покупать предметы в лавке Санты. Потрать все, потому что они исчезнут, эти елочки. Открой рождественское приложение на телефоне и собери все призы в конкурсах. Идет новое событие для всего мира, ребята. И, конечно же, это новые питомцы. Вот такие красивые олененок, северный мишка. Это похоже на какого-то снеговичка и мамонт. По-моему, это мамонт, ребята. А вот последний я не знаю, кто это. Посмотрим. Ну и, конечно, новая мебель. Очень красивые предметы интерьера. В стиле Нового года. Пряничные разные столики. Замороженный унитаз даже есть. Ледяной. Окошечко вот такое классное. И холодильник в форме подарочка. Есть стульчик, у которого колпачок и носочки надеты. Конечно же, гирлянда. А вот красивая одежда. Это прекрасные наушники. Есть головные уборы. Их очень много. Посмотрите. Я просто в восторге. Сколько же всего новенького появилось в игре. Но самое классное, что появился новый дом. И он просто прекрасный, ребята. Сегодня мы его купим. Еще купим нового питомца. И посмотрим, какой же он прикольный. Кстати, ребята, даже про питомцев не забыли. Здесь есть разные новые лежанки, кормушки. И чтобы кушать нашим питомцам, тоже добавили на разные классные вещички. Ну что, друзья, давайте-ка смотреть. И отправимся наконец-таки погуляем и покатаемся на коньках. Я уже слышу этот звук, как лезвия скользят по льду. Какая же красивая елка. Она огромная. И на ней очень много карамельных палочек и леденцов. Но коньки это просто классно, ребята. Как же они прикольно катаются. И такой звук, как будто правда катится на коньках. Посмотрите, какие они красивые. С фиолетовыми лезвиями. И весь город залили и стал сплошной каток. А еще построили вот такие классные площадочки. Сейчас мы на них попробуем прокатиться. Мне очень нравится. Здесь можно просто даже заходить и кататься. И это очень-очень тоже интересно. Давайте посмотрим. Может быть, нам какой-то подарочек спрятали. Здесь я вижу, что под елкой есть подарки. Нет, здесь сундука не оказалось. Я почему-то думала, может быть, сундучок еще на елке есть. Кто уже нашел сундучок, пишите в комментариях, ребята. Я думаю, что такие уже есть, которые везде покатались и нашли сундучок. А вот и новый рождественский сундучок. И здесь подарочки, ребята. 10 елочек. Да, нам будет Санта-Клаусу такие вот интересные сюрпризики. И класть в этот сундучок. Видео у меня получилось, ребята, длинное. Потому что я хотела вам все показать. Поэтому обязательно постарайтесь досмотреть его до конца. Ну и, конечно, пожалуйста, поставьте лайк. Для меня это очень важно. И я буду очень вам благодарна за ваш лайк. А мы уже отправляемся в город. Сегодня, ребята, я вам еще передам приветики. Поэтому не переключайтесь. Ну и, конечно, хочется уже нового питомца посмотреть. Какой же он прикольный. О, я вижу, что наш колобок надел шапочку рождественскую. Ему очень идет. Очередное Рождество в мире ПКХД. Добро пожаловать. Лучшее время года. А что я? Чуть не забыл представиться. Я ПКХД. Живое сердце и мозг этого острова. Тебе понадобится новая валюта. Елочные украшения для покупки уникальных предметов. Лавки Санты. Потрать все. Эта валюта исчезнет. После праздника каждый день Санта будет класть тебе на порог новые подарки. Чем больше ты будешь играть, тем лучше будут подарки. С моим рождественским подарком ты будешь теплее. О, он мне что-то подарит. Ой, какие прикольные варежки. Похожи на варежки Снегурочки. Мне очень нравится. Спасибо, спасибо. Да, одежда нам пригодится. Ведь в ПКХД похолодало. Поэтому сейчас, ребята, будем с вами утепляться. И смотреть, какие же новые обновочки приготовили нам разработчики. Им, кстати, привет огромный. Спасибо за такое крутое обновление. Мне оно очень-очень понравилось. Это обновление самое классное из всех, которые были в ПКХД. Я просто в восторге. Вы просто посмотрите, сколько перчаток и варежек появилось. Тут в основном варежки перчаток нет. Варежек появилось в новых. Есть и красные, и оранжевые. И со снеговиками вот такие красивые. Каких только нет. Есть со снежинками. А эти похожи на перчатки Микки Мауса. Вот такие тоже красивые. Красота. Ну а по поводу одежды, кофт и нижней части одежды. Тоже их очень-очень много, ребята. Я собрала несколько костюмов, несколько луков. Сейчас вы посмотрите, как можно собраться и нарядиться. И выберем один самый-самый такой симпатичный. Вот сколько кофточек разных. Есть с оленями, есть со снеговиками. Я сниму крылышки, чтобы они мне не мешали. Ой, ребята, какие же красивые рюкзачки. Есть вот такой милый снеговичок и мешок с подарками. Мешок с подарками классный. Да, очень красиво смотрится. Я такой Дед Морозик с подарочками. Пожалуй, я поменяю прическу, чтобы было видно хорошо. Рюкзачки, они перекрываются волосами. И будем дальше с вами смотреть. Вот такой красивый мешочек с подарками. Смотрится очень так. Так, прикольно. Есть вот такой улыбающийся олененок и прикольный снеговичок. Мне снеговичок нравится. Очень-очень милый. Получается, у нас появилось три рюкзачка. Давайте теперь смотреть дальше. Ну, а теперь очки. И я вижу, появилась маска сноубордиста. Классная, ребята. Подходит под мои сапоги. Очень красивая. Но нужно собрать красивый костюм. А вот и новый дом. Рождественский набор. Три варианта есть. И есть вот эти елочки, их можно тоже купить. Давайте-ка мы купим немножко елочек, чтобы нам хватило, вдруг мы что-то будем в дом покупать. А потом дальше продолжим одеваться. Какие же красивые эти пряничные елочки. Ну, а теперь смотрим обувь. Вот такие сапожки подходят под костюм снеговичка. Есть вот такие кроссовочки, коричневые сапожки. Это подойдет под костюм оленя. Вот тоже очень стильные. А вот тоже под костюм снеговичка классные сапожки. Вот такие прикольные скороходы. И вот эти белые сапожки мне тоже очень нравятся. Очень стильные. А вот очень нежные такие туфельки. Как будто бы они изо льда. Похоже, что есть еще какой-то красивый нежный костюм. Нужно будет его отыскать. Сапоги и ботиночки все очень-очень красивые. Вот эти подойдут под костюм Дед Морозика. Который у нас с подарками ходит. А вот и наушники, ребята. Ну, наушники это просто произведение искусства. Есть рога олененка. И вот такие с бантиками красивые. Есть с золотыми колокольчиками. Давайте смотреть головные уборы. Я думаю, что они еще красивее. Да, ребята. И тут их просто очень-очень много. Посмотрите, какая классная шапочка из кемосика. И прекрасная корона. Она огромная. Класс. Есть шапка оленя. И снеговика. Огромная шапка. Ой, а вот эта елочка тоже очень-очень красивая. Единственное, у нас рожки торчат из-под елочки. Есть шапка-ушанка. Прикольная. Есть вот такая красная шапка-ушанка с большим бубоном. И еще одна шапка-ушанка. Да, много-много. Ой, какая красивая диадема. Красота, ребята. И вот такая прикольная шапочка-шляпа. И еще оленьи рожки. Давайте уберем вот такие нежные оленьи рожки с бантиком. Красиво смотрится. Что мы с вами еще не примерили? Вот такая есть шапочка. Похожа на, когда у нас был день рождения в ПКХД. Похожа на эти колпачки. Вот такая вот есть шляпка. И еще одна. Есть рожки. Ой, какая красивая корона. Ребята, посмотрите, от нее идут снежинки. Мне она очень-очень понравилась. Мне кажется, что я хочу ее сегодня надеть. Но к ней нужно выбрать костюм какой-то очень-очень нежный. Мне кажется, все ботиночки, которые как будто бы из-за льда, очень подойдут к этой короне. Давайте-ка собирать наряды. Посмотрим, как же можно нарядиться и соединить все эти предметы, чтобы были красивые образы. Ведь если надеть все подряд, будет некрасиво. Нужно собрать наряд. И вот он первый наряд. Посмотрите, какой нежный наряд. Нужно только единственное, конечно, снять очки и поменять перчаточки. И он будет просто супер. Мне кажется, что это костюм Эльзы, ребята. Как вы считаете? Очень-очень похоже. Но ей не подходит ни один из рюкзачков. А вот костюм новогодней елочки. Можно надеть эту кофточку. Еще одна кофточка есть зелененькая. Тоже очень классно смотрится. Это смесь Деда Морозика и елочки. Мне этот набор тоже очень-очень понравился. Единственное, можно будет поменять варежки. А вот костюм Снеговичка, ребята. Он тоже очень смешной и очень классный. Но здесь действительно все подходит. Есть и кофточка Снеговичка. Можно надеть вот такие вот очки. Классно, классно. Я каждый день теперь буду менять образ. Во что мне нарядиться в следующем видео? Пишите ваши комментарии. И если больше будет вариантов, я, конечно же, сделаю такой наряд в следующем видео. Поэтому обязательно-обязательно пишите в комментариях. Но в этом видео я хочу надеть костюм Эльзы. Я нашла вот такую еще красивую кофточку. Давайте полностью соберем красивый нежный наряд Эльзы. И вот такая юбочка есть красивая. Настоящее платье. Поменяем ботиночки. Наденем вот эти вот из-за льда. Посмотрите, какие они прикольные. Нужно надеть перчатки со снежинками. Да, красивая такая зимняя принцесса получается. Снимем очки. Нужно будет зайти еще в парикмахерскую и поменять аэрогрим. И, конечно же, рюкзачок. Ну, снеговичок смотрится прикольно. Но мне кажется, нужно сделать вот такие снежные крылья. Как будто бы они изо льда. Красота, ребята. Очень нежный образ. Мне понравилось. Даже на штанишках есть сбоку такие разрезики прикольные. Ну, продуманно. Очень красивый костюм. Правда, ребята? Мне нравится. Ну, а вы пишите в комментариях в следующем видео, во что мне нарядиться. Обязательно буду их читать. И сделаю образ в следующем видео, как вы захотите. Ну, все, ребята. Покупаем новые наши наряды. И отправляемся гулять. Северное сияние. Ну, классно. Даже северное сияние есть. Круто, круто. Ну что, теперь мы с вами отправимся. Поменяем аэрогрим и будем гулять по городу. Я знаю, что здесь есть домик Санта Клауса. И мы сейчас туда отправимся. Там должны быть новые предметы. Мебели. Ну и, конечно, новые питомцы. Поэтому скорее-скорее. Вот он, ребята, слева стоит. Какой же он красивый. У него труба дымит. И огонечки такие. Сверху какой-то прикольный шарик. Стеклянный. И елочки красивые, золотые. Мы собираем. Тут даже на елочке я уже внимания не обратила. Столько всего интересного и красивого, что даже на елке сначала внимания не обратила. Глаза разбегаются. Не знаешь, куда смотреть первым делом. Так, ну привет, привет, парикмахер. Давай-ка мне сделаем какой-нибудь такой зимний, очень такой красивый образ. Посмотрим, что же за новый аэрогрим появился. Я знаю, что там тоже вышло обновление парикмахерской. И будем смотреть. Так, смотрим, смотрим со значком новогодним. Ой, это, по-моему, лицо Дед Мороза было. Тоже прикольно. Это подходит снеговичку. Тоже для снеговичка. Ой, а это кто? Это какие-то эльфы. Вот это красиво, кстати. Лицо. Это я не знаю кто. Это тоже какой-то смешной. Ой, а это же что такое? Кто это? Лица смешные, да. Они смешные и подходит под костюм из снеговика. А это ети, ребята? Да, это же снежные ети. Круто. Можно сделать прикольные образы. Но вот этот мне лицо, оно нравится, но рот что-то не то. Это я даже не знаю, чье лицо. Но смешно. Прикольно получится такой Дед Морозик веселый. Но мне надо что-то более красивое, ведь я Эльза сегодня. Поэтому выбираем лицо более симпатичное. Вот на таком аэрогриме я остановлюсь. Точно это лицо от Эльзы. Ну а теперь посмотрим новые причесочки. Это в принципе такая же, только цвет поменялся, стал такой оранжевый. Есть очень много белых волос. Вот такая, например, причесочка. Есть вот такая укороченная стрижка. Ой, какие красивые волосы, ребята. Они похожи на волосы Эльзы, правда? Давайте-ка мы их купим. Бежево-белый цвет. Красота. Вот такой образ получился. Девочка тоже с крылышками, тоже голубая. Мне кажется, что сегодня очень много будет Эльз. Да, давайте проверим. Потому что, действительно, если их будет много, то этот костюм самый-самый красивый. Он понравился больше всех. Всем, поэтому их много. Ой, какая-то звездочка. Может быть, ее тоже нужно собрать? Нет, ребята, это просто светильник. Я подумала, что ее тоже можно собирать. Давайте-ка здесь пробежимся. Может быть, что-то интересненькое найдем. Да, на елочках звездочки висят. Здесь очень много елок. И все можно наряжать. Ой, я что-то вижу. Это же сундучок. А я его и не заметила, когда сюда бежала. Давайте-ка мы его заберем. Нужно с той стороны на коньках разогнаться и его забрать. И как раз по дороге мы елочки соберем. Поехали, поехали. Вперед. Надо посильнее разогнаться, чтобы достать до сундучка. Иху, да, ребята, это новый новогодний сундук. Очень красивый, с елкой и с бантиком. Открываем. 500 монеточек, 50 билетиков. И 30 елочек. Прекрасно. Даже елочки нам туда положили. Красивое северное сияние. Какой же здесь огромный каток и все катаются. Ну, а мы летим с вами к дому Санта-Клауса. Интересно зайти в него внутрь и посмотреть, что же там новенького. Так, давайте елочки пособираем. Ведь нужно выполнять еще задание. Красота какая, ребята. Сани стоят. Ай, какие прикольные здесь эльфы сидят. У них такие прикольные одежды. И лицо тоже очень классное. Ну что, здесь ничего для нас нет. В подарках, может быть, тоже что-нибудь положили. Ну что, заходим. Вы уже готовы? Я, мне уже не терпится. И заставка красивая, новенькая. С оленем и с человечком смешным. Вот такой уютный домик. Здесь очень тепло. Пахнет вкусными карамельными конфетками, пряниками. И очень красивая атмосфера. Нас приветствует с вами эльф. Веселого Рождества. Добро пожаловать в магазин Санты. В магазине Санты вы найдете все мои любимые рождественские предметы. И сможете потратить собранные украшения. Хорошо, спасибо. Сейчас посмотрим. Сколько же здесь разных подарочков. А вот и стенд с новыми предметами. Разными, интересными. Давайте-ка посмотрим и что-нибудь с вами прикупим. Мне все предметы нравятся. Скажу сразу. Все очень красивое. И хочу их все. Но, конечно, давайте-ка... Нет, вот этот унитаз точно мы с вами возьмем. Он же из-за льда. Это же очень круто. Есть душевая кабина, по-моему. Это тоже из-за льда. Хочу сделать полностью кухню такую сладкую. Тем более, что у меня уже есть небольшое количество сладкой мебели. И как раз можно будет соединить. И будет очень красивая комната. Вот такой столик на палочке в форме карамельки. Что еще можно взять? Так, вот такая вот полочка. Это что такое, ребята? Мне кажется, это какой-то стульчик. Да, есть вот такой. Небольшой комодик, что ли. Или тумбочка. Сейчас посмотрим. Обязательно новые обои купим с елочками. Мне понравились светлые обои. Есть гирлянды. Вот такая есть. И двойная гирлянда. Возьмем их обе. Часы с кукушкой. Прикольно. Телевизор классный. Елку обязательно возьмем. Раковина. Это к нашему унитазику новому подойдет. Есть вот такой телевизор возьму. Карамельный. И вот такой стул Дедушки Мороза. Обязательно нужно взять. Есть еще какой-то инопланетянин снеговичок. Но я пока его не буду брать. Хочу классическое большее что-то. Так, ну и конечно же вот этот стульчик обязательно возьму. Он очень-очень смешной. Есть вот такой прикольный ковер или что это, пока не поняла. Но мне больше понравился холодильник в форме подарка. Может быть можно будет какие-нибудь угощения из него брать. И вот тоже прикольный бар. Я думаю, что там тоже будет что-то очень-очень вкусненькое новогоднее. Так, ну что друзья. Я думаю, что мы с вами можем еще что-то купить. Конечно же для питомцев нужно взять кормушку и для сна корзиночку. Возьмем паильник с трубочкой, карамельной палочкой. И вот такую ванночку. Это какая-то прорубь. Ой, сколько много здесь корма. Кормушка в форме вафельки. И конечно же часики со смешным цыпленком, который оттуда вылетает с бешеной скоростью, похоже. Интересно, они будут ходить и будет ли он оттуда вылетать. Было бы классно, если бы это все работало. И вот такой, конечно, шкафчик. То ли домик. Прикольный шкафчик в форме домика. Еще нужно покрытие для пола взять. Мы же, по-моему, его не купили с вами. Да, тоже возьмем. Нам пригодится. Какую-нибудь комнату сделаем в другом цвете. Не как в этом доме. Давайте возьмем вот такую ванную. Ванную-то мы не купили. Только унитайзик и раковину. Поэтому полный комплект ванны у нас готов, ребята. Ну все, давайте-ка отправляться дальше. Смотрите. Подарочки лежат. И огромная елка я вижу впереди. А еще в этом доме есть горка, с которой можно скатываться. И нас приветствует такой золотой робот. Давайте-ка нажмем. Веселого Рождества в ПКХД появился новый особый дом. Дом Санты. Среди уникальных особенностей дома Санты заснеженный сад, спиральная горка и супер пушка. Это надо видеть. Мебель можно приобрести отдельно. Но мы приготовили и демонстрацию, которую можно хорошенько рассмотреть. Прекрасно. Сейчас посмотрим, как работает наша мебель. А вот и прикольная комната. Здесь собрана вся мебель для питомцев. Вот этот коврик, кстати, очень классный. Надо было мне его тоже купить. Ну хорошо, мы с вами еще елочек подзаработаем и обязательно купим. Вот он снежный питомец. Есть. Он такой прикольный. Снеговик тоже классный. Они очень-очень прикольные. Они все такие красивые. Красота. А вот и новая капсула с новогодними питомцами. Есть вот эта лежаночка. Да, лежанка классная. Вот он, олененок и мамонт. Это прикольный мамонт. Олененок какой-то темненький. Такой какой-то загорелый. Мне больше всех понравился ети и снеговичок. Хотела бы я, конечно же... Снеговичок тоже прикольный. И ети тоже. Они мне как-то понравились вдвоем. Капсула стоит 250 елочек. Ну, в принципе, нормально. Можно, конечно же, и так пособирать елочек. Ну, давайте, ребята, сначала вот этот наборчик откроем. Посмотрим, что же входит в состав. Сам домик. Вот такие покрытия. Я думаю, что это на пол, на стены покрытия. Еще для украшения домика снаружи. Еще такое же украшение. Можно сделать его вот в таком цвете. Можно, в принципе, там будут еще и другие цвета. Поэтому мы с вами его еще сегодня украсим. Поменяем ему внешний вид. И вот он питомец. Северный мишка. Белый медведь. Я даже знаю, как я его назову. Он будет снежок. Он очень похож на снежок. Давайте мы посмотрим. Его возьмем. И, конечно же, капсулу нужно будет купить, чтобы она у меня к следующему видео уже была открыта. Я смогла ее открыть в следующее видео. Покупаем капсулу. Вот такая красивая красная капсула с золотой звездой. Новогодняя. И заглядываем в мои питомцев. Смотрим, где же мой новый мишка. Единорожка, ты сегодня немножечко отдохнешь. Так, смотрим, смотрим. Вот он, белый медведь. Он сейчас похож на снеговика больше. Любознательный. Ранг особый. Кстати, вот кнопка розовая. Отпустить питомца. Вы у меня спрашивали в комментариях, как отпустить питомца. Нажимайте на эту кнопку. И все. Давайте-ка мы его назовем. Назовем его Снежок. Так, это имя не подходит для этой игры. Так, ну получается придется английскими буквами писать. Ну хорошо. Готово, ребята. Ну а теперь можно нарядить мишку. Для него такие же костюмчики, как и для персонажей. Вот такие же есть наушники. Разные. Вот такие красивые. Ой, какие ледяные. Они подходят под мой образ. Наверное, мы их сделаем. Шапочка классненькая. Ох, какая корона огромная. Это тоже большая шапка. Ушанки тоже будут прикольно на медведя смотреться. Какой он смешной. Диадема вообще смешно смотрится, ребята. Класс. Но я выберу вот эти наушники. Они подходят под костюмы Эльзы. Тоже такие же голубые. А когда я буду снеговиком, у питомца тоже будет шапочка снеговичка. Чтобы мы подходили друг к другу. Это очень важно. Тогда будет образ очень стильный. По поводу очков. Очки только вот такие горнолыжные. Но у Мишки такие милые глазки. Я не хочу их закрывать. Они очень няшные. Правда, ребята? Поглажу моего новенького Мишеньку. Такой он у меня няшный. Правда, ребята? Если вы тоже так думаете, обязательно ставьте лайк. И он захотел попить. Я видела здесь. Вот она. Паильник. Интересно, они так стоят. Их так жалко. У них нету. Хотя нет. У них, наверное, Санта-Клаус. Их хозяин. Да, их хозяин Санта-Клауса. Посмотрите, ребята. Сколько же у Санта-Клауса много питомцев. А пятый это медведь. Медведя здесь нет. Так, ну все. А, вот она этот вход на горку. Давайте-ка сначала посмотрим мебель, а потом пойдем на горку. Это я все... Вот это я взяла. Такой же унитазик. Вот такая печка прикольная, кстати, стоит. Холодильничек. Костюмы здесь продемонстрированы. Он тоже так, как и мол унитаз. Водичка у него набирается. Вот эта печка красивая. Здесь еще гирлянда горит сверху. Холодильничек с пингвином прикольный. Так, что здесь еще есть? Телевизор там собачка. Вот такой я телевизор взяла. Он огромный. Я думала, он меньше. Есть шкафчик с пряничным человечком. Красивая мебель. Можно сделать очень классную комнатку. О, привет! Еще одна Эльза пришла. Я же говорила, что будет много таких Эльз. Потому что костюм очень красивый. И кресло Санта Клауса. С золотым бубончиком. Ох, какой огромный медведь, ребята! Крутой мишка. Его, кстати, по-моему, не было, этого медведя. Может быть, он будет потом в награждениях. Когда мы будем выполнять задание, нам такого медведя дадут в конце. Скорее всего, этот мишка оттуда. Костюмы все те же, что и у нас. Ну, хорошо, ребята. Мы здесь все проверили. Поэтому отправляемся в эту загадочную комнату. Здесь такой туман. Вау, ребята, как красиво! Здесь целый лес. Красота! И вот эта пушка. Давайте попробуем, чтобы она нас запыльнула. Что-то она нас пока не хочет туда. Не получилось у меня почему. Давайте попробуем в моем доме. Сделаем, когда дом поставим. Можно погулять по такому снежному лесу. И вот она, ребята, горка. Поехали! И мы оказываемся опять в комнате внутри дома. Круто, круто! Такой домик я точно, точно хочу. Этот самый классный домик в ПК-ХД мне больше всех нравится. Которые были домики, это самый-самый красивый и самый прикольный. Ну все, ребята, быстрее отправляемся ставить мне домик такой. Уже очень-очень хочу к себе такой домик. Вперед-вперед! Может быть, на санях бы полетели. Летали бы еще сани. Можно было бы на них кататься. Было бы прикольно. Даже мороженое поменялось. Смотрите, какое красивое стало. Новогоднее. Купим себе мороженку. Тройное мороженое на коньках. Вот это и есть настоящая веселая зима, ребята. Только много мороженого, конечно, кушать не надо, чтобы горло не заболело. Но здесь такое огромное мороженое, что может и горло заболеть, если все его сразу скушать. Отправляемся домой. По дороге немножечко елочек соберем. Мы, кстати, уже 11 елок собрали. Я даже не заметила, как мы их собрали. Вафельная лавочка. Классная. С клубничкой. Мне нравится. Если устал кататься, можно посидеть и отдохнуть на этой классной лавочке. И мне нравится, что вот такие вот еще треугольнички поставлены. Можно потренироваться кататься на коньках. И я думаю, что к концу нового года мы с вами будем просто профессионалы. На катание в коньках. О, вот еще тоже очень много елочек. А вот и питомец меня здесь ожидает. И сундучок красивый стоит. Может быть, еще что-нибудь нам положил Дед Мороз? Нет, только через 4 часа будет новый подарок. Не так часто. А новая капсула когда же у меня будет открыта? Пропустить 4 часа. То есть еще не скоро будет новая капсула открыта. Ну хорошо, давайте-ка менять домик. Вот он, новый дом. И сверху елочка в прозрачном шарике. Нужно еще посмотреть про новые украшения, которые стоят рядом с домиком. Такие аттракционы. Давайте посмотрим, что же новенького там появилось. Так, о, это что за штука такая классная? Прикольно. У меня тут вокруг меня такие интересные штуки, чтобы кататься. Есть огромная труба у этого дома, такая же, как у Санта-Клауса. Дом очень крутой. Сейчас мы его еще поменяем цвет и будет вообще классный. Внутри домик такой же, как у Санта-Клауса. Очень-очень красивый. Но мне нравятся эти обои и это покрытие. Оно такое очень стильное и очень такое новогоднее, тепленькое. Вот сколько комнат. Я уже придумала, что я здесь делаю. В следующем видео, ребята, мы будем с вами делать ремонт. Будем расставлять разную мебель и определяться, какая же комната будет для чего. Но здесь места очень-очень много. И площадь такая открыта. То есть, во все стороны такие широкие, большие комнаты. Ну и, конечно, горка. Давайте-ка мы поставим аттракцион около домика. Есть вот такая пушка с конфетти. Снеговичок, который пуляет снежками. Северный олень. Он похож на единорога, который у меня стоял до этого. Есть вот такая пушка, которая пуляет снежками. Есть такой крутой снеговичок в очках сноубордиста. Есть огромный северный медведь, кресло. Смешной гномик толстенький. Пряничный человечек. Еще один пряничный человечек, но уже в очках. Вот вам разнообразие. О, какие красивые сани с оленями горят. Да, ребята, сани просто супер. Давайте-ка мы их возьмем. Ну а теперь поменяем цвет домика. Как вам вот такой цвет? Сразу дом похож на летающую тарелку, правда? Новогодний он точно. Золотой тоже красиво смотрится. Тоже такой новогодний. Вот этот цвет шел с домиком. Но здесь помимо этого много разных цветов. Есть елочные игрушки. Вот, это крыша пряничного домика. Это всякие гномики эльфы изображены. Вафельный домик. О, какая гирлянда красивая. Есть вот такие вот снежинки и звездочки. Тоже снегопад. Это у нас снеговички и карамельные палочки. Полосатые домики. Похожи на оберточную бумагу для подарков. Вот такой новогодний цвет. Зелененький. Такого же плана. Все красивые ребята, правда. Ну, все красивые. Глаза просто разбегаются. В этот раз я даже очень долго выбирала. Не знала, что надеть. Мне все нравится. И украшения дома мне все нравятся. Поэтому это обновление просто крутое. Но я все-таки остановилась на пряничном домике. Вот такая шоколадная. Крыша мне понравилась. С посыпушками. Сделаем ее. Ну, это тоже красиво с шариками. Все они красивые. Ну, а теперь нижняя часть домика. Давайте-ка поближе вот так сделаем. Что непонятно. Надо было игрушки тоже поближе сделать, чтобы было видно. Вот. Красиво. С снеговиками тоже смотрится прикольно. Поэтому, когда выбираете, обязательно приближайте домик. Сразу становится понятно, что же лучше сделать. Тоже красиво. И это тоже классно смотрится. И зелененькое прикольное. Ребята, могли бы вы мне сейчас написать. Прямо сейчас. Какой же мне выбрать цвет для домика. Мне было бы очень приятно и полезно. Для вас, от вас эту информацию получить. Вот она. Ну, давайте ее сделаем. У нас же все-таки сладкий домик. Поэтому сделаем вафельную крышу. Вот такую. Ну, и теперь сам дом. Весь вафельный домик смотрится некрасиво. Нужно какой-то другой цвет. Так, снежинки. Снеговики вообще вверх ногами у нас почему-то. Да нет, полосатый смотрится, как будто это какие-то ритузы. Вот такой сделаем. У нас будет гирлянда внутри гореть. Готово, ребята. Ребята, смотрим, как же это смотрится в реальности. Мишка захотел искупаться. Давайте-ка мы поставим ему в ванночку снежную прорубь. Белые мишки очень-очень любят купаться вот в такой холодной проруби. Да, они любят холод. Поэтому пусть купается. Красивая ванночка снежная. А это что такое красная? Может быть, какая-то игрушка, наверное, мячик для мишки. Или чтобы ванна... А, это, наверное, затычка для ванны. Смешно. Даже это есть. А пока мишка купается, я вам передам приветики, мои дорогие. Всем большой привет от канала Мелогейм. Всем классного настроения. Проводите весело эти зимние денечки. Еще совсем немного. И мы с вами встретим 2021 год, друзья. Поэтому будем ждать новогодних праздников. Ну и, конечно, играть в это прикольное обновление в этой прекрасной игре. Ну все, ребята. Мишка мой чистый. Он немножечко освежился и охладился в этой прикольной проруби. А вот и труба. Давайте, ребята, мы в нее запрыгнем наконец-таки. Может быть, она у нас с рабой. Я провалилась в трубу. И вау, я взлетела над домом. Круто, ребята. Что это было? Она очень круто работает. Мне понравилось. Я хочу еще так. Теперь я буду выходить из дома только через эту трубу. Ни в коем случае не через выход, а только через эту трубу буду вылетать. И на санях мы с вами полетели. Полетели вот с такими прикольными оленями золотистыми. Да, много гостей ко мне в дом заходит. Я бы тоже обязательно забежала в такой домик прикольный. Если увидите мой домик, заходите в гости. Не стесняйтесь. Всегда рада гостям. Поэтому обязательно, обязательно заходите. Покатайтесь на горке. Ну и, конечно, попрыгайте в этой прикольной трубе. Мне она очень-очень понравилась. Давайте-ка еще с вами сходим. Питомец со мной. Он у меня тоже будет со мной прыгать. Так, надо будет еще эту звездочку на елочке попробовать достать. Нужно будет переодеться в костюм. Очень много всего можно здесь сделать, ребята. Но тогда видео будет точно 3 часа. Поэтому все, мы не успеем с вами в этом видео сделать. Вау, как высоко. Я еще выше подпрыгнула. Подпрыгнула. Ой, я приземлилась на дом соседа. Класс. О, прикольно, ребята. Ну, да. Да, это классно. Сказать нечего. Просто круто. И с горки мы с вами еще не съехали. Давайте еще, еще разок покатаемся еще с горки. Какой здесь туман красивый. Мне прям нравится заходить. Так загадочно сразу. А потом, хоп, и такой красивый сад. Сад из елочек. Так. Пока кто-то съезжает, я не могу съехать. Нужно ждать. Ну, а теперь поехали. Круто, ребята. Классно. Привет, привет. Привет. У нее лавовые сапожки. Она весь снег нам растопит своими лавовыми сапожками. Привет. Если ты меня смотришь, большой себе приветик. Добавила ее в друзья. Крылья у нее прикольные попугайчики. Так. Ну что, ребята. Я в восторге. Сказать нечего. Просто очень-очень классно. У меня там уже кто-то купается. Кошечка уже купается в проруби. Я переодела костюм космонавта и теперь я хочу запрыгнуть на верхушку дома и ближе посмотреть эту елочку в стеклянном шарике. Я такие шарики обожаю. Мне они очень нравятся. Вот он какой красивый. Какой красивый вид, ребята. Елочка здесь и город такой нарядный. И снежок падает. Давайте-ка сделаем селфи с вами. Я селфи тоже уже обновила. У меня там в ленте много фотографий. Поэтому заходите. Обязательно лайкайте. Кстати, я сердечки тоже поставила своим друзьям. Зашла, у кого были фотографии. Поставила сердечки. Вот он город с ПК-ХД на заднем фоне. И мой Мишка прикольно смотрится. Он прям смотрит хорошо в камеру. Фильтры я делать не буду пока. Но фильтры тоже прикольные. Я их уже использовала в других своих фотографиях. Давайте сделаем стикеры. Поставим новогодние стикеры. Мне нравятся вот эти гирлянды за 40 монеточек. Можно ее сделать в уголке. И карамельную палочку дадим Мишке. Держи, Мишка, тебе сладкую карамельную палочку. Ну и можно поставить надпись «Хэппи счастливый». Вот такую надпись фиолетовую на небо. Вот такая классная фотография получилась. Поделиться в ленте. Срочно нужно поделиться. Вот такая красивая фоточка получилась. Покажу вам, ребята, еще остальные фотки. Это вот с радугой. Я еще была единорогом, когда сфоткала свою единорожку. Как она милоспит. Это мы с ней купались в бассейне. Это в новом домике диджея. Кто не видел видео, переходите на канал, смотрите. Тоже очень много интересных видео. С другими домиками и с другими питомцами. Тоже очень прикольное видео я снимала. И вот он шарик, елочка. Она вся в снегу. Прикольная елка. Мне нравится такой шарик. Дом. Дом самый крутой, который был. В ПК-ХД. Самый-самый крутой дом. Из всех, которые были. Мальчик фоткается на фоне домика. Да. Дом очень красивый, ребята. Ну, а теперь вперед кататься на коньках и веселиться. Иху! Как же это круто! Питомец у меня, по-моему, на доме остался. Вот он, прибежал медведь мой. Давайте соберем елочки. Да, я еще не очень-то хорошо катаюсь на коньках. Нужно еще подучиться, чтобы елки с первого раза собирать. Пока что-то у меня все мимо получается. Вот, прикольно, прикольно получилось. А, кстати, ребята, у нас же еще награда, я думаю, что появилась. Да, ребята, вам сердечко, всех вас очень-очень люблю. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что вы со мной. Мне очень интересно снимать для вас видео. Стараюсь только для вас, мои дорогие друзья. Давайте заберем теперь подарки, ежедневные испытания с лутбоксами. Мы нашли лутбокс, который был на вот этих вот прикольных горках. И открываем очередной сундучок с елочкой. И что-то, и шапочка, нам шапочка попалась. Прикольно. Ну вот, значит, эти лутбоксы будут встречаться, наверное, еще. Посмотрим. Еще сундучок мы с вами не открыли. А он, я уже знаю, где он. В следующем видео я обязательно его открою. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих видео. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok